здравствуйте дорогие друзья сегодня необычный будет выпуск прямой связи потому что сегодня хотели поговорить на непростую тему которая называется оптимизация на нее нельзя дать простой ответ поэтому если пригласил для ответов непростого человека в гостях у меня сегодня владимир томанов это ведущий разработчик программист общем тот человек который наверное про оптимизацию нам что-то расскажет вот здравствуй и давай начнем с самого простого почему вообще в калибре возникает тема оптимизации вообще в компьютерных играх откуда это все приходит привет ты знаешь я думаю что данный вопрос игроки ставят разработчикам любых игровых продуктов вот вопрос производительности быстродействия то игре в которой они играют них это важно это влияет на удовольствие от игры комфорт игры вот ну я думаю что для того чтобы ответить на этот вопрос более стали нужно задуматься о том как бы в чем специфика вообще игровых продуктов в отличие от других программ чем отличается не знаю тоже браузер там или photoshop от калибра я думаю основная особенность здесь кстати говоря она характерна не только для игроков но и для разработчиков тоже стать том что железо компьютера на котором запущена игра правило находится на пределе своих мощностей вот и производительность соответствует как бы некоторые железки в которые упирается производительность то есть сейчас об этом более точно поговорим передать мне просто хочу рассказать о том как бы из каких под систем вообще стоит компьютер именно в контексте того что на нем запущена какая-то игра первым тем про которую хочу сказать то то где игра установлена то есть какой-то дисковый накопитель я думаю что уже многим известно то что бывают обычные жесткие диски бывают ssd накопители соответственно ssd накопители известно тем что кроме того что они дороже они также существенно быстрее работают то есть записывают на себя данные они быстрее считывают там естественно очевидно что это влияет на скорость загрузки конкретно нашей игры в том числе вот ну и на запуск любых других программ на запуск даже той же операционной системы вот соответственно игра быстрее запускается и быстрее загружается уровень что конечно же гораздо важнее потому что загружается одновременно много игроков вот все хотят как можно сказать попасть в бой и соответственно я могу сказать вам с уверенностью то что если вы видите что и вы уже загрузились и все почти все остальные игроки загрузились на один человек все еще держит остальных на их ради загрузки то с вероятностью 90 95 процентов могу сказать что конечно же проблема в том что этого человек игра установлен на жестком диске с которого очень долго идет начитка данных erstmal мы с этим ничего делать не можем никак это не можем ускорить у нас есть какой-то какой-то локация какой турови потому что запустить бой и соответственно мы вынужден дождаться загрузки полного всех данных потому что мы не можем загружать все данные потом на протяжении боя потому что нам нужно как по самом начале что было сразу все поэтому здесь как бы единственные рекоменации которую можно дать, это то, что, конечно, предпочтительная установка нашего проекта на СЗД-диск. Ну и вообще, если говорить, скажем, о приобретении СЗД-диска, то в любом случае это куча приятных мелочей, то есть все становится быстрее, быстрее запускается браузер, операционная система и так далее. Но конкретно в нашем контексте, да, это действительно важно для того, чтобы игра запустилась быстрее. Теперь поговорим об оперативной памяти. Здесь все чуточку проще, на мой взгляд, особо заморачиваться на таких вещах, как частота оперативной памяти или тайминги, нет смысла, если вы об этом ничего не знаете, вообще абсолютно не важно. Правило одно и простое, чем больше этой оперативной памяти, тем лучше для проекта. Значит, тем больше объем данных может располагаться именно непосредственно в оперативной памяти. Однако здесь есть такой момент, то, что когда мы запускаем наш проект, мы можем делать что-то с операционной системой, но мы не можем в операционной системе никак управлять другими процессами. Значит, нас бы сразу прилили как вирус, и мы бы это пропали бы с операционной системой, нас бы ударили. Поэтому есть какие-то вещи, которые рекомендуются сделать самому оверху перезапуском нашего проекта. В частности, я бы рекомендовал закрывать браузер, потому что браузер, известный вам это или нет, но он, как правило, отъедает достаточно большое количество оперативной памяти. То есть это та вещь, на которую, опять же, мы как разработчики гулять не можем, но вы спокойно общелкиваете под 200 вашего браузера, можете его закрыть, и уже после этого запустить калибр, и тогда менее вероятно будут какие-то проблемы с производительностью, связанные именно с оперативной памятью. Но в остальном каких-то вот таких вот правил их нету, да, чем больше оперативники, в принципе, тем лучше. Главное, чтобы попадали в минимальные системы требования. И следующие два фактора, которые влияют на производительность, это центральный процессор, то, что называют в народе просто процессор, и графический процессор, то, что обычно называют видеокартой. О них расскажу одновременно вместе, потому что это две подсистемы, которые взаимодействуют друг с другом непрерывно. Вот, они, как правило, максимально нагружены, одна из них, как правило, максимально нагружена, другая, как бы, нагружена меньше просто потому, что она ждет другую. И здесь есть обе ситуации, то есть когда для каких-то компьютеров, для каких-то проектов перегружена видеоподсистема, да, то есть видеокарта, в каких-то играх или там даже в нашем проекте на каком-то другом железе или с другими настройками графики, у вас может быть не до конца нагружена видеокарта, но при этом перегружен центральный процессор, то есть именно то, что отвечает за обсчет логики. Вот, то здесь надо рассказать, наверное, о том, что из чего состоит как бы один кадр, да, один кадр состоит из одного, из одной операции обсчета логики, и после этого, после того, как мы обсчитали эту логику, мы отправляем какие-то данные для отображения видеокарты. Вот, соответственно, здесь действует такой принцип, который можно назвать так, что армия едет со скоростью своей самой медленной повозки, соответственно, либо мы будем упираться по производительности в видеокарту, либо в центральный процессор. Соответственно, понимание этого механизма может подтолкнуть человека к пониманию сложности вообще оптимизации, потому что здесь мы приходим к тому, что, как бы, производительность нельзя взять ниоткуда. То есть, допустим, вы видите то, что у вас перегружена видеокарта, и вы начинаете думать, ага, что с этим можно сделать. Вот давайте рассмотрим с вами какой-нибудь небольшой пример. Допустим, вот вы разработчик, да, и вы пытаетесь оптимизировать проект Алибр, вы думаете, так, в чем же может быть проблема. Запускаете проект, смотрите, что у вас на 100% нагружена видеокарта, допустим, центральный процессор не очень нагружен. Тогда вы думаете, ага, наверное, много объектов отправляется на отрисовку. Вот, и вот действительно смотрите и видите, что весь уровень всегда отправляется на отрисовку. И тогда вы думаете, так, а зачем я отправляю на отрисовку объекты, которые не видны, допустим, которые находятся сзади камеры. Может быть, их как-то можно не отправлять на отрисовку, они отправляют только те, которые нужны. И вот мы с вами приходим к самой первой, самой простой оптимизации. То есть вы начинаете просто на центральном процессоре, перед отправкой на видеокарту каких-то данных, определять, какие объекты видны, какие нет. Но здесь мы с вами приходим к тому, что вы, разгрузив видеокарту, да не отправляя на нее меньшее количество объектов, начинаете нагружать центральный процессор. Вы начинаете все эти тысячи объектов, значит, каждый из них, перед тем, как отправить на видеокарту, проверять, а виден он или нет. Если он не видит, тогда не будем его пока рисовывать. И потом в следующем кадре, может быть, камера как-то немножко повернется, и тогда этот объект станет виден. Хорошо, мы с вами прооптимизировали. Допустим, запустили проект, и теперь видим то, что видеокарта не полностью нагружена, и теперь центральный процессор только и занят тем, что он все эти тысячи объектов перебирает и пытается оплететь на они не видны. Тогда вы думаете, ага, а может быть, как-то еще можно это прооптимизировать? Тогда вы думаете, а может быть, я могу эти маленькие объекты объединить какие-то небольшие скопления из трех-четырех объектов. Поскольку они находятся друг рядом с другом, я буду быстро определять, если они целиком не видны, то я не буду их отправить на видеокарту. Ну и так далее. Туда-сюда вот этот процесс оптимизации приходит к тому, что вы пытаетесь как бы перебалансировать нагрузку между двумя подсистемами так, чтобы частота кадров была максимальной. Но тем не менее, у вас всегда будет какая-то спецсистема больше или меньше затронута. Здесь, наверное, конкретно для игроков имеет смысл сказать то, что важно подбирать реалистичные настройки графики, то есть те, которые будут соответствовать вашему железу. Если вы делаете какие-то слишком высокие настройки графики, да, то есть, например, об счет освещения на сцене занимает слишком долго, тогда у вас будет падение кадров в секунду. И, к сожалению, это будет, конечно же, влиять на удовольствие и качество комфорта игры. Спасибо. Мы с этим работаем. Ага, прерывай тебя здесь, потому что у нас это бесконечно, мы с тобой можем на эти темы говорить. Я тут еще только дополню тебя о том, что оптимизация это в том числе те требования, которые мы изначально выставляем, да, потому что понятное дело, что для разработчика, если бы мы всегда могли пользоваться самым топовым, самым дорогим железом, все было бы намного проще. Потому что именно там так нам, конечно, и хочется, потому что рядом есть проекты, которые так делают, великолепно выглядят, и это бесконечная зависть с нашей стороны. Но, тем не менее, такой возможности нету. Мы не можем послать игрока в магазин, сказать, сходи, купи, потому что наши игроки не самые богатые, это не те игроки, которые покупают все эксклюзивы. Мы это понимаем, соответственно, ценим. Поэтому один из моментов вот этой изначальной оптимизации проекта, это требования, которые мы выставляем. У калибра требования максимально скромные, именно поэтому мы стараемся везде экономить, потому что все продюсеры разные приносят требования. Вот мое требование всегда формулировалось очень просто. Классно выглядящая, но медленно работающая игра, это всегда хуже, чем скромно выглядящая, но быстро работающая игра. Следующий вопрос тогда такой, да что такое оптимизация конкретно для калибра? Потому что сейчас ты рассказал общие элементы, что вообще оптимизируем, что это для калибра? И второй такой вопрос, который часто звучит от игроков. А откуда у вас вообще берется оптимизация? Что сразу не делаете нормально? Почему сразу оптимизация возникает, когда проект уже запущен, когда в него играют? И вот ай-яй-яй, у нас случились проблемы, а куда смотрели до этого? А давай я начну со второго вопроса. Почему я тебя сделал сразу хорошо? Очень много факторов выступает в силу, как правило, когда мы что-то разрабатываем в проекте, да, то есть мы добавляем что-то новое в наш проект. Здесь нужно понимать такую вещь, что, как правило, заранее ты, как разработчик, не можешь предугадать, как это, назовем это, да, новая фича, какая-то новая сущность, новая вещь, что-то новое интересное для игроков. А как оно ляжет вот в ту ситуацию, в ту архитектуру, которая уже существует. И перед тем, как начать оптимизировать заранее, да, тебе нужно сначала сделать какой-то прототип или посмотреть, и потом ты смотришь, и потом более-менее начинаешь понимать, где и как распределяется нагрузка в этом рамках данной фичи. Вот. Конечно же, мы проводим много раундов тестирования, мы смотрим у себя на железе, мы стараемся смотреть на слабом железе, однако всех факторов не учтешь, всегда, как бы, что-то новое, да, оно должно удивляться, да, и вот, как правило, вот это вот что-то новое, оно не всегда укладывается на, там, как-то хорошо и красиво в ту архитектуру, которая существует. То есть здесь, на самом деле, можно сказать, что это, как бы, такой достаточно естественный, простой и нормальный процесс разработки, то есть когда, как бы, есть сила, которая пытается привнести какое-то новшество, да, то есть в систему, то есть нарушить ее баланс, по сути, да, а есть другая сила, да, которая, как бы, наоборот, такая консервативная сила, которая пытается ничего не менять, ничего нового не добавлять в проект, все, что все было оставалось как было, да, чтобы можно было сидеть и, вот, как бы, нормализовать, так сказать, оптимизировать то, что ничего не меняется. Поэтому вот отвечая на вопрос, почему сразу нельзя сделать хорошо, вот именно поэтому, потому что есть две силы, да, и эти обе силы на самом деле, они как бы делают хорошо игрокам, но они на самом деле в каком-то смысле взаимно противоречат, одна хочет добавлять новые какие-то сущности, а другая сила хочет ничего не добавлять нового, наоборот, все оптимизировать и улучшать. Но сейчас я хочу сказать, здесь я как бы отвечаю на первый вопрос о том, как в целом вообще проходит оптимизация, о том, что мы все больше и больше начинаем заниматься оптимизацией как неким отдельным процессом, и он в нашем понимании выглядит из нескольких этапов. Во-первых, перед самооптимизацией, да, то есть мы должны провести некоторые исследования, мы должны провести то, что называется профилирование нашего проекта, то есть мы должны понять, что вообще происходит, то есть уже проект огромный, да, то есть много подсистем, что-то происходит, есть какие-то обилки оперативников, есть там боевой интерфейс, есть какие-то другие подсистемы, которые, по идее, там во время боя, например, не должны быть активными, например, да, когда мы выходим там из экрана оперативника, да, в боевую систему, надо в этом убедиться, да, то, что там действительно ничто не отъедает никаких ресурсов, ни памяти, ни процесса одного времени. Соответственно, нужно провести профилирование и нужно понять, есть ли какие-то очевидные вообще проблемы. Может быть, мы где-то что-то не учли, где-то какой-то неудачный алгоритм избрали, еще что-то. Это нужно увидеть. И нужно еще ответить на такой вопрос, а к чему имеет смысл вообще применять наши усилия? То есть, если мы видим, что у нас какой-то кусочек, какая-то подсистема отнимает 1%, даже если мы на 100% именно этот кусочек прооптимизируем, то есть, чтобы у нас там 1%, а стало 0%, то все равно, суммарно, глядя на общую картину, мы поймем то, что мы не прооптимизировали наш проект больше, чем 1%. И поэтому, наверное, вот в такую подсистему нет смысла заглядывать, даже если мы, например, смотрим код, видим, что там, допустим, все там плохо и хочется все переписать. Не надо это делать, нужно остановиться и посмотреть, а нет ли каких-то трудящихся и проекта, в которых есть больше нагрузки. Может быть, мы там сможем сделать какую-то выгоду. Ну, как, например, тот пример, где мы там не отрисовываем какие-то элементы, потому что понимаем, что эти элементы не попадают в камеру, да, и там тоже куча всевозможных нюансов, там те же элементы, которые, например, не попадают в камеру, могут отбрасывать тень, которая попадает в камеру, да, то есть, здесь очень много таких, таких вот элементов, которые нужно учитывать, вот. И третий этап, да, то есть, вот мы коснулись того, что мы делаем исследование, потому что это оптимизируем, да, и третий этап, который мы хотели бы намного усилить в этом году, это всевозможные бенчмарки и автоматический контроль качества. Потому что одна из проблем, которые мы увидели вот на протяжении того периода, что наш проект находится в онлайне, это то, что практически не бывает такого, то есть наши вот внутренние регламенты разработки уже отсекают такие ситуации, когда вот резко после апдейта происходят какие-то проблемы. То есть, мы видим, что гораздо чаще происходит такая ситуация, что ухудшение какие-то, да, медленное какое-то понижение производительности происходит постепенно и по чуть-чуть. И вот мы хотели бы создать такие механизмы автоматического тестирования, то есть какие-то бенчмарки, которые бы там на каком-то вот вызываемом референсном железе, да, то есть какой-то вот компьютер стоит и только этим занимается, что он постоянно как бы запускает калибр и там проверяет то, что FPS, да, тоже как некоторая такая основная цифра на самом деле, что он находится на премлем уровне и то, что вот была версия там А, стала версия Б, мы видим, что между А и Б произошли какие-то несущественные изменения, что-то стало лучше, стало хуже, но ничего существенного не произошло. Вот, вот это именно хотелось к этому прийти, так, чтобы у нас меньше были бы задействованы именно ощущения, да, то есть какие-то вот такие субъективные факторы, вроде все стало нормально, вроде нормально, да, то есть, а чтобы было четко, что вот там был, допустим, там 60 FPS, там стало 61 или 59 FPS. Мы понимаем, что в принципе это нормально. Плюс еще мы не так давно отмечу это, начали собирать данные от игроков, здесь я хочу сделать такую ремарку, то, что эти данные, разумеется, обезличены, то есть мы просто видим агрегированные данные о том, на какой карте какой FPS у нас. И также мы смотрим агрегированные данные о том, на какой карте, как долго игроки заходили в год. Здесь нет никакой привязки к конкретному профилю игрока, а просто мы видим то, что вот в среднем игроки, там на карту караван сарай заходит, вот там полная загрузка у них всех ресурсов происходит вот за эту цифру. Вот. И соответственно, это тоже очень интересные данные, которые позволяют нам понять. Например, вот на всех картах там один FPS, а вот на одной карте вот FPS существенно хуже, да, и здесь мы уже не отталкиваемся от субъективных каких-то ощущений игроков, а именно видим реальную статистику. То есть мы видим то, что вот действительно вот на этой карте что-то не то, давайте посмотрим. Может быть здесь слишком много источников освещения, да, которые влияют на производительность. Я на секунду прям буквально тебя дополню. Вот очень важную тему поднял, которую хочу отдельно сказать. Сейчас в сети очень много муссируется разных таких тем, горячих для игроков, о том, что то или иное там приложение или еще кто-то собирает данные о пользователе. И пользователи крайне негативно к этому относятся. И зачастую это справедливо, да, потому что там социальные сети собирают данные для того, чтобы показывать рекламу, там еще что-то, еще что-то. Но, увы, это очень негативно влияет на нас. Потому что, как вы понимаете, один, одна из, ну, наверное, Владимир меня поправит, если я не прав, но 50% всей проблемы решается в тот момент, когда мы знаем, где проблема. То есть, как только мы, да, лоцировали ее, сказали, вот здесь у нас проблема, то мы можем сесть и буквально за, там, ощутимый, ну, понятный период времени, неделю или две ее исправить. Но зачастую мы просто не знаем. Поэтому, друзья мои, вот от лица 1С Game Studios и Калибра, пожалуйста, доверяйте нам, потому что без этого доверия, без каких-то данных, которые мы у вас просим, мы просто не можем вам помочь. Поверьте, нас вообще ни в каком виде не интересует. Значит, ваше домашнее порно, нам ничего не нужно о вас знать, кроме того, как работает наш проект на компьютерах. Потому что, если вы нам не помогаете, то вот эти ваши эмоциональные высказывания в социальной сети или где-то под роликом, там, а фигня, это не работа, оно не помогает. Это не является точным указанием для нас, в какой из подсистем, на какой из, например, карт или в какой ситуации что-то происходит. Да, это абсолютно неверно сказалось, но полностью согласен. Плюс есть какие-то ситуации, которые, может быть, какая-то обратная связь на в комментариях еще где-то, но должна добраться какая-то критическая масса, то есть мы обратили внимание, да, и, может быть, есть на какой-то карте проблема, да, но она встречается теперь только на каком-то игровом режиме. Вот. И, может быть, то есть все, как правило, оказывается чуточку сложнее, чем кажется вот с первого взгляда. То есть, например, может быть, такая цепочка, да, что игроки жалуются на какую-то карту. Ага, начнешь смотреть карту, вроде все в порядке. Потом оказывается, что на самом деле на этой карте, именно на этой карте запущен только какой-то определенный игровой режим. Потом оказывается, что дело на самом деле вообще не в карте, а именно в игровом режиме. Ага, ты понял эту цепочку, перешел туда. Начнешь смотреть игровой режим, пытаешься понять, а что именно в игровом режиме? Начнешь копаться. Потом понимаешь, что у вас для каждого игрового режима там различный интерфейс разное количество например там ботов который может быть на карте одновременно не какие-то там боевые маркера потом оказывается чтобы такой цепочке ты приходишь к тому что оптимизация лежит в плоскости например того же боевого интерфейса который казалось бы там в самом начале вот эти цепочки вообще даже не был списки кандидатов на оптимизацию я начинаю смотреть уже туда заглядываю что это видишь там допущена либо к это может быть ошибка к сожалению такое бывает а либо просто понимаешь что вот нагрузка такая до высокая ночь нужно как-то там не закид может быть как бы не они оптимизировать да например просто даже урезать какие-то фичи то есть например были там какие-то анимации на маркерах да мы можем просто анимацию брать просто понять то что этих маркеров очень много на экране поэтому проще не анимировать ставить что-то такое сделать чтобы такой нагрузки на компьютер не был то есть как правило да вот тем оптимизацией она вот картос такая начинается того что да наверно там где-то вот какой-то есть очевидно узкая горлышко потом что поправить live data потом оказывается что таких подсистем огромное количество нагрузка нам размазан по кадров foreign если вы посмотрите то есть равномерно вот что-то здесь посчитала здесь посчиталось ampl senhor это микросекунды которые с которых складывается миллисекунды Да, и потом мы там видим, что вот этот кадр обсчитывался, допустим, там 10 миллисекунд, да. И чтобы понять, какой был FPS в этот момент, мы просто берем 1000 миллисекунд, которые есть в секунде, да, делим на 10 и получаем число кадров. То есть было там 100 кадров в секунду, допустим. Вот, то есть так примерно это и происходит. Но действительно, ты правильно сказал, то что сбор данных позволяет очень, так сказать, быстро реагировать и четко видеть какую-то проблему. Потому что когда она видит цифры, да, вот везде там, допустим, что-то там 100, да, 100 кадров в секунду, да, а где-то там 30, то ты сразу начинаешь обращать на это внимание и понимаешь, что надо сюда незамедлительно заглянуть. Потому что, допустим, даже если игроков там кидается, это все одна десятая, какую-то карту, значит, да, вот каждый десятый бой, вот у них будет вот какой-то проблем. Я тебе еще дополню, опять же, игрокам объяснить, чтобы вы понимали, какая очередь стоит на оптимизацию. Потому что часто встречаю такую ошибку в мышлении у игроков о том, что оптимизация обязательно приводит к росту чего-либо. Ну, например, у нас с вами было там 40 фпс, например, мы провели оптимизацию, написали об этом уважаемые игроки, мы оптимизировали там те или другие системы. Игрок ожидает о том, что он сейчас запустит проект и увидит 50 фпс, 60 фпс, 80 фпс, видит те же 40, ну и справедливым образом говорит, ай-яй-яй, значит, разработчики, зачем вы так вводите меня, значит, здесь в заблуждение. Мне важно это пояснить о том, что вот эта вот коробка, в которую мы складываем кубики, которую можно назвать проект, да, вот ее объем ограничен. А у нас есть ребята, которые делают миссии, которые хотят всегда, чтобы миссии становились более комплексными, чтобы там было больше бойцов искусственного интеллекта, чтобы там были более сложные там какие-то взаимодействия между системами или какую-нибудь разрушаемость могут потребовать. У нас есть, значит, естественно, те, кто делает карты, ребята, они справедливо говорят, а вы там последние крутые игры видели, как они выглядят, да, они выглядят фантастически хорошо, и мы тоже так умеем, дайте нам такую возможность, дайте нам задействовать вот эти шейдеры, дайте нам задействовать, вот это освещение, дайте нам вот это, дайте нам вот это, дайте нам вот это. Значит, есть даже вот банально, Владимир говорил про интерфейс, да, есть группы, которые занимаются UX, которые говорят, добавили нового бота, добавьте иконку, добавили новую фичу, добавьте какое-то информирование игроков о том, что она появилась. То есть, как только из вот этой вот мастерской высвобождается там 5 кадров в секунду, они немедленно будут кем-то заняты, потому что вот про две силы Вов говорил, одна из этих сил это вы игроки, которые постоянно требуете от нас движения вперед, развития, и мы сами этого хотим, мы для этого пришли делать игры, это наш кайф. Да, но мы никогда не сможем перепрыгнуть вот эти ограничения железа. Вов, к сожалению, мы с тобой приближаемся к 30 минутам, поэтому я задам последний вопрос, который тоже игроков, значит, читал. Почему некорректно сравнивать синглплеерные игры и сетевые игры? Потому, ну, ведь и то, и то, и игры, и то, и то, условно запускается на МАУГОБИР, а мы все время всем напоминаем о том, что не забывайте, что мы проект, который ориентирован на сетевую игру. В чем разница и касается ли это вообще оптимизации? Ты знаешь, это непосредственно оптимизация не касается, а это касается более широкой темы, которую можно было бы назвать так, как просто комфорт игры. Это влияет на комфорт игры, да, то есть вот оптимизация влияет на комфорт игры, и сеть также влияет на комфорт игры, поэтому действительно сравнивать сетевые игры и синглплеерные не очень корректно, потому что в синглплеерных играх у них просто нету сетевой составляющей, соответственно, нет еще одного фактора, который, к сожалению, может ухудшить восприятие игры, да, то есть здесь вот взаимодействие этих частей нужно так понимать, потому что у вас может быть очень хороший FPS, да, но у вас, например, слабое сетевое подключение. И, соответственно, мы прикладываем все возможные усилия для того, чтобы, как разработчики, да, для того, чтобы игра комфортно игралась там на разных FPS, с разным сетевым подключением. И те решения, которые мы применяем в рамках сетевого подключения, например, это абсолютно устоявшийся, ну, можно сказать, так сказать, промышленный стандарт такой, в общем, который применяется абсолютно во всех мультиплеерных играх. Здесь мы там ничего о велосипеде не изобретаем, вот вот как это уже устаканилось там какое-то время назад, так уж мы и делаем, и здесь никто ничего нового не изобретает. Мультиплеерные игры делаются там вот архитектурно в плане сети более-менее знаково, и мы делаем точно так же. То есть есть некоторые моменты, на которых мы просто повлиять не можем. Мы не можем, так же, как мы не можем, например, поменять ваш жесткий диск на SSD, так же мы не можем улучшить качество сетевого соединения. Поэтому игроки должны понимать, да, что несмотря на то, что у вас, допустим, там 100 и там 120 кадров в секунду, да, все, картинка очень плавная, все хорошо, все замечательно. Если у вас плохая сеть, то у вас будет ухудшаться восприятие игры, потому что вы будете, будут происходить какие-то телепортации, будут происходить там стрельба, вам кажется, что вы попали в каком-то оперативнику или в каком-то бату, на самом деле вы не попали. Даже может быть какая-то анимация на экране произойти, что анимация попадания, да, потому что клиент, игрока тоже как бы пытается, он занимается предсказыванием того, что будет. Вот, то есть это такая вот магия сетевой игры, она как бы вот в этом состоит, в этих деталях, да, потому что есть задержка, и мы пытаемся делать игру, и так же все так делают, то есть нормально абсолютно. То, что мы пытаемся как бы создавать вот эту видимость реалтаймности игры, то, что она находится в режиме реального времени. Это очень большая такая достаточно сложная архитектурная задача тоже, техническая, вот. И если сетевое подключение некачественное, то ничего с этим поделать нельзя, если какие-то пакеты там с информацией не доходят, мы начинаем заново их отправлять, мы заново отправляем там какие-то данные, вот. Поэтому, да, этот фактор нужно учитывать, и, конечно, в синглплеерных играх, которых этого нет, я представляю, как там хорошо разработчикам, которых не болит голова от того, что вот у них нет еще вот этой вот части, которая, там, не пойми, как работает, и вот сколько есть разных конфигураций железа у игроков, да, столько же есть разных конфигураций сетевого оборудования, всякие роутеры, там, у кого-то Wi-Fi, у кого-то проводное подключение, у кого-то там вообще через мобильный интернет, да, раздается что-то. Так что это все приходится учитывать, и здесь мы тоже, конечно, там, стараемся делать так, чтобы игра была комфортной на любом подключении. Спасибо, Вов, я обещал нашим КМам и тем, кто занимается у нас выкладыванием роликов, что мы с тобой, зайдя на такую тему, уложимся в 30 минут, поэтому нам стоит пора заканчивать. Огромное тебе спасибо, что пришел поговорить на такую тему, большое спасибо всем, кто смотрел. Напоминаю, цель нашего сегодняшнего разговора была рассказать вам о том, что такое оптимизация, потому что, к сожалению, часто вижу, что вы это слово произносите, имея в виду не совсем то, что под этим имеет в виду обычно разработчик. Если эта тема не слишком сложная, если это не какое-то там адское грузилово людей, которые, значит, пришли поиграть в игры, если вам это интересно, пожалуйста, вместо, значит, смешных комментариев под этим видео напишите, что это вам интересно, тогда мы еще раз с Вовой или с кем-то из других разработчиков на эти темы поговорим, а также если внутри аудитории у нас есть те, кто в этих вопросах более-менее разбирается, то пишите, ну, назовем это профессиональные вопросы, нам тоже здесь нечего скрывать, мы также на них ответим, лишь бы были эти вопросы. Вов, еще раз большое спасибо, это была прямая связь, поговорили про оптимизацию, спасибо, что смотрели, до свидания. До свидания, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok